МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тогда у меня большой вопрос к Оперштабу и ярым сторонникам всех уколоть. Ну, если вы укололись от предыдущего штамма, то для нового уже ваша прививка как к мертвому припарка. Поэтому мы вообще-то будем настаивать на необходимости приглашения руководства Оперштаба доложить, по какой причине, несмотря на колоссальные ресурсы, выделенные Оперштабу, огромные ограничения для жителей страны. Коронавирус обуздать не удалось, а продолжаются ограничительные меры, которые, в принципе, с нашей точки зрения, приводят как раз к большему распространению. Почему? Потому что ограничению получения первичной помощи есть не что иное, как способствование увеличению заболеваемости. Кроме того, мы будем настаивать на проведении широких парламентских слушаний в Большом зале Государственной Думы с приглашением широкой научной общественности, руководства Министерства здравоохранения, Академии наук и руководителей субъектов все-таки по выработке мер, которые бы не на словах, а на деле способствовали бы улучшению эпидемиологической обстановки и состоянию в Российской Федерации. Потому что сегодня, с одной стороны, открываются новые туристические маршруты, которые являются прямым потоком завоза новой инфекции, и в то же время ограничиваются граждане нашей страны. Мы считаем, что это недопустимо. Второй вопрос, на котором хотелось бы остановить ваше внимание. Сегодня у повестки дня есть пункт номер 9. Ну, я такие законы называю братской могилой. Это комитет по бюджету вместе с Минфином носит так называемые бюджетные законы. Суть этих законов заключается в том, чтобы а. упрощенную систему под вывеской ковида, принятую при распределении бюджетных средств, под разговоры об увеличении парламентского контроля, на самом деле, сделать постоянное. Ну, нет ничего постоянного и временного, как известно. Но в данной ситуации исключается возможность депутатов знать о причинах перераспределения бюджетных средств на очень серьезные суммы. Кроме того, в этот же закон, так называемый, об изменении в целый ряд законов предлагаются поправки, которые предлагают ввести акциз, вздумайте, даже на расплавленную сталь. Ну, мне кажется, международная практика не знает таких названий. К чему это приведет? Это приведет к тому, что мало произвова с ценами металлургической олигархии, так еще предлагают и акциз. Что такое акциз? Акциз – это своего рода штраф. И, естественно, любой акциз, он будет в себестоимости продукции, опять же, скажется на ценах обрабатывающей отрасли и создаст ей дополнительные проблемы, точно так же, как акцизы на удобрения. Есть нормальный способ ограничения цен. Введите таможенную пошлину на вывоз, и все становится на свои места. Нет, надо придумывать новые инструменты, которые, в принципе, ничего хорошего для наших, скажем, производителей, без того, ну, скажем, преодолевающих огромные препятствия. Потому что, я уверен, ни один западный предприниматель в наших условиях не проработал бы и трех месяцев. А в данной ситуации, как бы, вместо того, чтобы помогать, как это провозглашается с экрана, реально вводятся новые всевозможные поборы как раз тех, кто сегодня работает. Ну и, конечно же, нам странно поправка, которую предлагает комитет по финансовым рынкам, где средства обанкроченных НПФ предлагается не застрахованным лицам перечислять, а опять фонд, которым будет руководить тот же АСУ. С нашей точки зрения, ну, это тоже, в принципе, делается попытка дополнительных возможностей использования собранных средств с граждан и с нежеланием их возвращать как раз застрахованным лицам. Не могу не оттолкнуться от вопроса о состоянии здоровья и демографической ситуации в стране, являясь членом комитета по охране здоровья. У нас, к сожалению, Росстат показывает печальную тенденцию, которая, к сожалению, усиливается с января по август текущего года естественная убыль, то есть превышение смертности над рождаемостью по Российской Федерации достигла почти 600 тысяч, а в прошлом году было 350 тысяч, то есть налицо увеличение темпов роста естественной убыли и избыточной смертности. К сожалению, и такие регионы, которые выглядят благодатными, как, например, наш Краснодарский край, они тоже переживают эту тенденцию естественной убыли, она тоже удвоилась к соответствующему периоду предыдущего года. И одна из причин здесь – это плачевное состояние системы здравоохранения, и дело не только в распространении пандемии, ее последствий, но дело в том, что действительно система в полуразрушенном состоянии. Я постоянно говорю об одном из вопросов ключевых, это кадры, и мы слышали при рассмотрении пункта об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год, что счетная палата определила, что на 3,5 тысячи медицинских работников стало меньше даже, не увеличиваясь число, что необходимо, а их стало меньше за 2020 год. И министр здравоохранения называл цифры, что нас не хватает 25 тысяч врачей в первичном звене и 130 тысяч работников среднего медицинского персонала. И какие меры предложены? А никаких, кроме того, что позвали пожилых медицинских работников, которых ранее отправили на заслуженный отдых в связи с эпидемией, в связи с ковидом, вернуться и продолжать работать. А здесь нужны другие совершенно комплексные меры. На наш взгляд, меры, касающиеся наращивания бюджетных мест в вузах и колледжах для подготовки квалифицированных качественных кадров, меры, связанные с повышением заработной платы, с гарантированной заработной платой, с изменением самой сетки, как говорится, оплаты для медицинских работников и, конечно, с решением вопроса о гарантиях жилья для тех, кто приезжает в сельскую местность или тех, кто приезжает, скажем так, по целевому направлению. Вторая тема. Я также затрону тот вопрос, о котором говорил Николай Васильевич. Мы категорически не будем поддерживать закон, связанный с изменением в закон о банкротстве, касающейся темы негосударственных пенсионных фондов. Мало у нас, видимо, еще обманывали пенсионеров, придумали еще один тысяча первый способ так называемого чистого изъятия пенсионных накоплений. При рассмотрении всех процедур банкротства будут средства, оставшиеся после окончания расчета с кредиторами, направляться не в пенсионный фонд, не на лицевые счета, так сказать, пенсионеров, а на фонд гарантированных пенсионных страхований, который создается в государственной корпорации агентства по страхованию вкладов. Даже правительство в своем отзыве указало группе депутатов, которые являются авторами этого закона, указало, что так дело не пойдет, нужно средства направлять в пенсионный фонд. Между тем, профильный комитет по финансовым и рынкам, значит, он предлагает принять в первом чтении. Но ведь категорически речь идет об изменении концепции, куда направлять средства, которые остались после расчета с кредиторами. И это недопустимо, так сказать, чтобы мы потом вторым чтением что-то поправляли. В данном случае мы считаем, что закон не может быть принят в первом чтении, и он должен быть отклонен. Еще один момент, еще один из законов, которые вызывают вопрос, это внесение изменений в градостроительный кодекс и в ряд других законодательных актов Российской Федерации, где речь идет вроде бы о правильных вещах, уточнить понятие многоквартирный дом, дома блокированной застройки и так далее. Но, к сожалению, судя по оценкам правового управления, судя по оценкам комитета, значит, профильного по жилищной политике и проблемам ЖКХ, речь идет мне о уточнении и понятии о том, что еще больше туману наползает в эту сферу, и, как говорится, решения вопроса не видно, замечаний очень много, поэтому, конечно, такой законопроект поддерживать мы не будем. Если только, значит, еще рассматривать другие вопросы, скажем, о безопасности гидротехнических сооружений, целесообразность данного законопроекта, значит, в том виде, как он есть, тоже вызывает вопросы, с какой целью, кроме как не реализовать еще один из проявлений, так называемой регуляторной гильотины. То есть, опять же, возникает целый ряд пробелов, брешей в этой важной сфере, в сфере безопасности гидротехнических сооружений, если мы этот закон некритично примем, некритично поддержим. Бюджетным комитетом сейчас рассматривается бюджет на 2022 год и последующий, в 2023-2024 год. Много вопросов, но один из кричащих вопросов – это продовольственная безопасность. Как известно, здоровье граждан во многом зависит от качества продовольствия. Комитетом по сельскому хозяйству разработан закон о комплексном развитии села. Он вступил в действие, но, к сожалению, он не финансируется должным образом. И действия правительства и Министерства сельского хозяйства, к сожалению, не приносят должного результата. Например, почта, которая введена на вывоз зерна, она привела к тому, что у производителей изымаются денежные средства в большом объеме. Наряду с этим на 20% поднялась стоимость дизельного топлива, на 4% поднялась стоимость техники, в 2 раза поднялась стоимость минеральных удобрений. И сейчас осенние полевые работы могут пройти без должного внесения минеральных удобрений. На комитете по бюджету мы поставили вопрос перед Министерством сельского хозяйства о том, что необходимо в самом коротком времени решить этот вопрос с государственной пошлиной на зерно и компенсировать производителям эти потери. И мы ставим вопрос о том, что необходимо закон о комплексном развитии села финансировать полным объемом. К сожалению, сейчас этого нет.